КОРОЛЬ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО БОКСА Приехал бы тренер по борьбе в поселок, где я жил, в Магаданской области, я бы занимался борьбой. Потому что делать было нечего. Вообще нечего было. 100 метров отошел от поселка, две не съели. Из пришкольной секции Лебзяка и еще нескольких ребят забрали в спортивный интернат Магадана. Но от него практически сразу же отказались все тренеры. Не увидели перспективы. Поверил лишь один – Геннадий Рыжиков. Тонкий психолог, тактика гений. Именно он разглядел в Лебзяке будущего чемпиона и сделал из него универсального боксера. Рыжиков Геннадий Михайлович, который из меня сделал то, что я сейчас есть. Под наставничеством Рыжикова Лебзяк поехал на первенство мира по юниорам и стал победителем. Потом взял большой шлем, Европу и Олимпийские игры. Знал каждого из соперников. Под каждого была составлена анкета с особенностями ведения поединка. Всем поклонникам бокса запомнился его олимпийский финал в Сиднее, в котором Лебзяк был явно сильнее своего оппонента. Но заканчивать поединок досрочно не хотел. Знал, что это его «лебединая песня». Боксировал до самого финального гонга. Все, за секунду до конца. Все. Александр Лебзяк. Один из главных вопросов у любителей бокса – почему Лебзяк с его безусловным спортивным талантом так и не перешел в профессионалы? Ответ прост. Последний бой Александр Лебзяк провел, когда ему был уже 31 год. Но, к слову, на профессиональный бой один раз все-таки вышел и победил. А потом понял, что надо заканчивать карьеру и пошел передавать свой опыт юным боксерам. Я, если честно, я в лет, наверное, 19, наверное. Да, 19-20 лет. Я уже знал, кем я хочу быть. Я хотел быть тренером. Вне тренировочного процесса я добрый, но то, что касается тренировочного процесса, я очень жесткий. Меня очень радует, когда они выползают с ринга, то есть в тренировки выползают, уставшие. И это значит, что они качественно сделали свою работу. Сегодня за свои победы Лебзяка благодарят многие признанные мастера. Кому он подсказывал и давал советы. Вспомнить хотя бы олимпийских чемпионов Рахима Чакхиева и Алексея Тищенко. Наверняка будут и другие, которые еще мальчишками и девчонками сегодня только пришли в его школу бокса. Поздравляю всех любителей бокса с праздником Днем бокса, с Международным Днем бокса 27 августа. Пожелать всем крепкого здоровья, счастья, благополучия. Занимайтесь спортом и будьте здоровы. Олег Тюрина, Вильферд Зимковский. Новости. Химки ТВ. Новости. Новости. Продолжение следует...